Наш новый проект «Светлый щит». Третий выпуск. И мы с вами разбираем очередную историю. К нам обратилась молодая девушка Екатерина и попросила разобрать её ситуацию с дядей Толиком. Сейчас вы увидите это видео. Меня зовут Екатерина. У меня есть такая проблема. Каждый раз, когда домой приходит дядя Толя, почему-то начинаются какие-то паранормальные явления в моём доме. То есть вот я кладу книгу на стол, возвращаюсь через пять минут, её нет. Или она лежит вообще на другой полке. Двери хлопают, хотя обед ранец к возника никакого. Я просто не понимаю. Вот я связываю то, что приходит ко мне дядя Толя. Каждый раз это начинается всё. Когда его нет, ничего такого порода не происходит. Не знаю, с чем это может быть связано вообще. Просто меня пугает эта ситуация. Я хочу разобраться в этом. Друзья мои, история Екатерины была бы чертовски интересной, если бы она была правдивой. Комментируя эту историю, заодно посмотрев мой комментарий, Возможно, вы научитесь нескольким приёмом по распознаванию лжи. Дело в том, что на видео я вижу девочку, которая находится в очень тяжёлой жизненной ситуации. У неё невроз. Она очень нервная. Она очень неуверенная в себе. Она плохо спит. Она вздрагивает от любого звука. Она находится в этой ситуации давно. Скорее всего, эта ситуация идёт из семьи. И я думаю, что я не ошибусь, если предположу, что она живёт в семье и подвергается абьюзу в той или иной степени. Это написано у неё на лице. Я не знаю, кто такой дядя Толя. Но судя по тому, что она рассказывает, дядя Толя, это, может быть, вымышленный персонаж, а, может быть, за этим персонажем стоит какой-то реальный человек. Но этот человек её пугает. И пугает не тем, что происходят какие-то паранормальные явления. Обратите внимание, просматривая это видео, когда она начинает говорить про книгу, она начинает говорить нет. Когда она начинает рассказывать эту историю, она очень сосредоточенно сдвигает брови, как бы пытаясь продолжить сочинение этой истории. Глаза у неё уходят сначала в киноэстетику, когда она знает, что она врёт. Потом в придумывании зрительных образов. Поэтому история, рассказанная Екатериной, совершенно вымышленная. Но что же не вымышленная? Когда она рассказывает про некого дядю Толю, про некого мужчину, она ещё прикладывает в самом конце руку к горлу, как бы закрывая эту горловую чакру, как бы не сказать чего лишнего. Я не хочу говорить ничего лишнего. Я хочу скрыть эту информацию, и она меня душит. Мне душно в какой-то ситуации. То, что я увидела по этой девочке. Что же касается того, если бы эта ситуация была реальна, то... Паузу вырежьте. Если у вас в какой-то ситуации с каким-то человеком постоянно связаны те или иные паранормальные явления, он приходит, начинают падать предметы, что-то исчезает, что-то ещё происходит. Если снять это на камеру, возможно, там и не будет никакого паранормального. Но это и вовсе не обязательно делать. Отнеситесь к этому, да, что-то здесь происходит. На самом деле, это знаки для вас о том, что вам с этим человеком нужно быть предельно аккуратным. Второй знак, что этот человек не желает вам добра. И третий знак, что у человека достаточно сильная негативная энергия, и вам нужно либо защититься, либо прекратить с ним общение, если это возможно. И вообще, можно знаки анализировать. А может быть, вы это сами забыли, а может быть, вы сами уронили, а может быть, сами... Там можно додуматься до чего угодно. Но это не важно, в этом нет необходимости. И если с появлением человека в вашем доме, в вашей жизни начинает твориться чертовщина, значит, в вашу жизнь пришел черт. Все, делайте выводы, заканчивайте такие отношения, потому что в любом случае ничего хорошего они вам не принесут, значит, этот человек негативно на вас влияет. Если нет возможности прекратить такие отношения, то вы можете защитить себя с помощью амулетов, с помощью какого-то очищения. Обязательно нужно принимать душ, домыть руки после общения с таким человеком, в том случае, если это необходимость. Может быть, такой у вас коллега, может быть, у вас такой родственник, с которым вы не можете прекратить отношения. Но вам тогда нужны обязательно какие-то защитные артефакты, чтобы до вас это не долетало. О Екатерине я могу сказать следующее. Деточка, тебе нужна помощь. И тебе нужна помощь не эзотерическая. Тебе нужна помощь психологическая и психотерапевтическая, чтобы изменить ситуацию, в которой ты находишься, потому что в такой ситуации очень тяжело тебе. И если ты дальше будешь жить в этой ситуации, то ты будешь только еще больше слабеть и становиться еще более неуверенной в себе, что приводит к психосоматическим заболеваниям, что приводит к неудачам в жизни. Поэтому пока не поздно, ты еще молоденькая, у тебя все впереди, ты все можешь изменить. Обратись за помощью к близким, к друзьям, да ко мне в конце концов. И мы поможем тебе выйти из этой ситуации, потому что находиться в ней просто опасно для жизни, для судьбы, для здоровья, для нервной системы, для всего. Желаю тебе стать счастливой. Всем здравия. Катерин, ваша ситуация с дядей Толей это, скорее всего, около этого человека, который заходит к вам в дом, присутствует астральная сущность, околопредметная умершего человека, который его сопровождает везде. Либо он с этим завязан, либо это родственник. И, соответственно, может быть такое, как это сказать, влияние, полтергейст такой, на те или иные предметы в вашем доме и даже на ваше состояние. У меня есть такая проблема. Каждый раз, когда домой приходит дядя Толя, почему-то начинаются какие-то паранормальные явления в моем доме. То есть, вот я кладу книгу на стол, возвращаюсь через пять минут, ее нет. Или она лежит вообще на другой полке. Двери хлопают, хотя ветра нет сквозника никакого. Я просто не понимаю, вот я связываю это то, что приходит ко мне дядя Толя. Каждый раз это начинается все. Когда его нет, ничего такого подобного не происходит. Не знаю, с чем это может быть связано вообще. Просто меня пугает эта ситуация. Я хочу разобраться в этом. Очень важно, кому принадлежит эта квартира, поскольку дядя Толя имеет прямое отношение к этой квартире, является триггером, медиумом, который вызывает это паранормальное явление. Связано это тем, что дух может быть недоволен энергией, пространства, что приходит дядя Толя именно к вам в квартиру. Видимо, ваши родственные связи имеют определенные родовые кармические проблемы, незавершенный кармический узел. Скорее всего, это связано с наследственно-имущественным вопросом, который не разрешен окончательно. Обычно так ведут себя духи, которые недовольны внедрением в их энергию, в их пространство человека, который является триггером. Это эффект барабашки очень часто возникает, когда чаще всего таким триггером являются подростки, либо малые дети, либо совсем пожилые люди. Возможно, дядя Толя достаточно возрастной человек, и он является своего рода проводником на это триггерное магическое влияние, это воздействие духов. Здесь нужно заказать специалиста, который может полностью почистить вот именно непосредственно зону энергии квартиры. Я бы советовала вам самой это сделать, взять церковную свечу на растущей луне, прочитать молитву отче нашу, ну, по вашей вере, соответственно, пройти по всем углам, встать на восточную сторону, назвать несколько раз имя дяди Толи, желательно девять раз, потому что девять это птица Феникс, которая говорит о воскрешении, возобновлении, восстановлении и, скажем так, восстановлении себя из пепла, да, потому что если дух показывает себя, значит, дух хочет триггернуть вас, что он хочет что-то показать, именно девять раз считаются имя человека, через которого дух приходит, и вот уже после того, как девять раз вы прочитаете, вам нужно озвучить, что вы готовы услышать ответ на вопрос духа, что хочет дух, продолжение нашего разговора, что хочет дух, да, во сне к вам должен прийти знак, символ, который, через который дух покажет свое желание, ну и, конечно, вам нужно разобраться в наследственно-имущественных вопросах, обычно это происходит именно потому, что дух недоволен, возможно, какая-то несправедливая наследственность произошла, имущественная, да, то есть нужно как-то здесь этот вопрос разрулить, ну и, то есть я бы советовала все-таки немножко юридически подойти к этому вопросу, как вы получили эту квартиру, какое наследство, какое к этому наследство имеет отношение ваш дядя, вероятнее всего, здесь обделен по энергии его его рот, поэтому я бы рекомендовала разрулить это по чесноку и решить вопрос наследственно-имущественный, так, чтобы не обидеть никого из родственников, причина основная кроется именно в этом, ну и плюс, возможно, вам нужно как-то вот за упокойную службу заказать об упокоении души, в общем-то, того, кто ушел, обычно это происходит через духов, которые не так давно ушли, нужно смотреть, кто из родственников у вас уходил, почему именно аномальное явление у вас происходит при присутствии вашего дяди, вероятнее всего, это связано с уходом недавних ваших родственников, там, до 4 лет, до 5 лет назад это обычно происходит, это может спать какое-то время, ну а потом вызывать именно присутствием человека, вот, я бы еще порекомендовала отдельно заказать специальную службу, как бы для вашего дяди, да, может быть, ему одеть крестик, и может быть, даже я бы порекомендовала его почистить, ну, желательно, чтобы он со свечой там как-то прошелся тоже вместе с вами, когда вы будете очищать помещение, ну, чтобы вот как-то освободить себя от духов, ну, еще бывает так, что дух, возможно, хочет, чтобы именно дядя Толя посетил могилку, помянул того, кто ушел, ну, где-то 3-5 лет обычно уход духов, которые могут вот таким образом проявляться, но это именно из-за наследственного и имущественного вопроса, и вам нужно понять, кому принадлежала эта квартира изначально, какое было завещание, почему среди родственников именно линия вашего дяди каким-то образом несправедливо была разделена, и чтобы ну, равновесить этот момент после того, как вы все это решите, нужно также прочитать молитву, встать на восточную сторону и сказать духи, я вас отпускаю, прощаю, принимаю и ситуацию разрешаю три раза и ситуация будет полностью разрешена. На перекрестке трех дорог просто оставьте мелочь как откуп от ситуации, чтобы больше она не вернулась к вам в жизни. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте разбирать ситуацию, которая произошла с Екатериной и с ее дядей Толиком. На первый взгляд кажется, что это полтергейст, когда двигаются предметы, когда ты положил книжку сюда, потом она оказывается в другом месте, когда хлопают дверьми, когда непонятно, что происходит в доме, и казалось бы, кто-то шутит, как будто бы, кто-то ходит, но это, конечно, очень сильно похоже на полтергейст, но дело в том, что, если вы заметили, Екатерина говорит, только с приходом дяди Толика происходят вот такие вот чудеса, когда вещи двигаются, хлопают двери, и что-то происходит мистическое. А здесь сразу же могу сказать, конечно, это не полтергейст. Полтергейст это вообще-то считается злой дух, один из 24 самых злейших духов, который пугает человека. Действительно, полтергейст он пугает, но он не причиняет физического ущерба. Если только человек очень сильно эмоциональный и принимает это все на свой счет, он действительно может быть пребывать в стрессовом ситуации, и эта ситуация может навредить каким-то образом уже через психоэмоциональную систему, даст на физический какой-то сбой. Но чисто физически полтергейст не может никак подействовать на человека. А тут совершенно другая ситуация. Когда нет дяди Толика, значит, существует тишина и спокойствие. А когда дядя Толик приходит, происходят какие-то мистические чудеса. А значит, вся проблема именно в этом дяде Толике. Что с ним не так? Вот здесь может быть несколько развитий событий. может быть человек имеет экстрасенсорные способности, но недостаточно имеет опыта, либо он еще не умеет работать с этим даром, который у него есть, потому что маг это высший пилотаж, который имеет способности, но может контролировать тем, что у него есть. А если у дяди Толика есть способности, но он, знаете, как называют кирпичный экстрасенс, то есть дано ему определенные какие-то вещи, но он им не может руководить, не может урегулировать. Вот это вот и происходит, то, что происходит на самом деле, когда просто от человека бьет вот этот фонтан энергии, он приходит в какой-то дом и начинается вот эта вся суета. Двигаются предметы, книги куда-то перескакивают с места на место, двери хлопают. Кстати, я вспоминаю свое детство, когда я росла, я тоже еще не могла руководить своими процессами, и мы, когда с братьями и сестрами собирались, у нас ходили детские чайники, передвигались позже, я уже выросла, поставлю на одно место чайник, он перескакивает на другое место, то есть на самом деле двигались предметы, я помню даже в своем детстве, когда прабабушка у меня умерла, мне было 8 лет, и когда у меня двигалась кровать, и когда действительно мама с папой зашли ко мне в комнату, кровать стояла около стирки, а она передвинулась и стала по диагонали, я ее передвинуть никак не могла, но энергетически я смогла это сделать, но это я уже понимала гораздо позже, то есть какие-то вот такие странные вещи происходили вокруг меня, я не знала, как с этим быть и как с этим жить, чуть позже я уже набралась знаний, опыта и уже держала вот эти вот силы под контролем, и то же самое, что происходит с дядей Толикой, скорее всего, это те силы, которые есть у него, и он не может просто сейчас их урегулировать, не может взять их под контроль, это как вариант, допустим, первый вариант, здесь я бы посоветовала в этой ситуации Екатерине поговорить с дядей Толиком и, возможно, посоветовать ему обратиться к мастерам, волшебникам, которые бы ему подсказали, как с этими силами в общем-то обходиться, еще какой может быть вариант, может быть, человек уже начинает заниматься магией, действительно, может быть, он как раз-таки и пробует, придет кому-то в гости и пробует, так, сейчас я попробую сдвинуть с места этот или этот предмет, я сейчас попробую хлопнуть дверью, возможно, это его как бы репетиция такая, но еще как вариант третий, да, здесь может быть негатив на гяде Толике, который, это может быть привязался какой-то злой дух к нему, но это вот в печальном случае, в самом таком наихудшем варианте, который может быть, злой дух, который привязался к человеку, не покидает его и вот всяческими путями старается ему навредить, но так как наверняка у дяди Толика все-таки сильная энергетика, да, то не на него направлено негатив, а негатив как будто бы отбивается от его вот этой вот сильной ауры защиты и двигаются посторонние предметы, то есть не внутрь его этот негатив заливается, а вокруг него как будто бы пробивая его ауру, пробивая его энергетику, пытается залезть внутрь его и так как вот это вот какая-то инородная суща или какая-то зацепка или привязка какая-то, здесь нужно разбираться, конечно, конкретно в этом деле, не может никак пробиться в энергетику дяди Толи, она рушит все вокруг, это хорошо, если пока что это суща, этот негатив какой-то пока что передвигает только предметы и пока злится, да, что-то такое, скажем, двери, книги, то есть не доходит до других людей, но если эта суща понимает, ее разозлить, что она не может сделать своей программы и навредить дяде Толику, она начнет вредить тогда уже и другим людям, и это уже большой сигнальчик, и, кстати, правильно, Екатерина, что обратилась к нам, потому что здесь уже нужно будет посмотреть, да, и возможно убрать вот эту вот сущ, какую-то прицепку, зацепку, которая привязалась к дяде Толику, в том или ином случае, я хочу, во-первых, сказать, что Екатерина молодец, что обратилась, потому что действительно это серьезные вещи, да, и все завязано не на доме, там, где Екатерина живет, а именно на дяде Толика, с ним, с ним что-то происходит не так, еще, это может быть, если посмотреть еще с другой стороны, да, человека чистили, например, да, ну и не дочистили, как вариант, или же человек, опять-таки, занимается магией, но скидывать не умеет, и вот этот скид, он происходит вот таким образом, оно как будто отбрасывается вокруг него, то есть, вот скид идет, да, вот такая сильная энергетика, но то, что это завязано с магией, вы правильно обратились к нам, это прям стопроцентное попадание, потому что это не нормальные вещи, это пара нормальные вещи, ну, надеюсь, что я смогла ответить на этот вопрос, конечно, это очень многообразные многовариации здесь, но чтобы понять конкретно, что это такое, чтобы дать определенный конкретный ответ, это нужно поработать именно с дядей Толиком, да, поэтому, если Екатерина услышала, да, может поговорить с ним, и пусть обращаются к мастерам, ко мне, или к кому-то из моих друзей, подруг, ведьмочек моих любимых, и может быть действительно мы поможем ему в первую очередь, а также эта помощь будет и для других его знакомых и родных. Екатерина, доброе время суток, здесь ситуация такая, есть такая категория людей, которая несет в пространство разрушение, а есть категория людей, которая несет в пространство созидание, так вот, ваш дядя, он является разрушителем, мы идем дальше и смотрим глубже, почему он несет разрушение, в связи с чем, как я это вижу, в нем есть какая-то то ли сущность, то ли подселение, глубоко не могу посмотреть, но предполагаю, и карты мне здесь тоже самое показывают, что в нем есть часть разрушительной энергии, именно каких-то сущий подселенцев, каких-то духов, возможно, я не знаю, где он их набрался, и почему это все так с ним происходит, но это есть, и он создает такое поле вокруг себя, когда вокруг этого поля все начинает разрушаться, здесь опять же, как я вижу, что происходит, здесь происходит то, что ваш хранитель, а в данном случае домовой или помощник, один из помощников, у вас очень сильная энергия, сильная, мощная, родовая поддержка, один из или множество этих помощников, они встают на вашу сторону, и они начинают показывать вам в пространстве то, что вы никогда бы не догадались и не могли бы себе представить, перемещаются предметы, что-то происходит, ну, что-то какое-то идет неладное, это тем самым ваши защитники, покровители, помощники указывают вам и доносят до вашего сведения, что вот здесь надо что-то сделать, вот здесь надо с чем-то повзаимодействовать, вот на это надо обратить внимание, почему так, то есть идет несостыковка одного той энергии дяди и с другой стороны помощь со стороны ваших наставников и помощников, что в данном случае нужно делать, в данном случае я, конечно же, рекомендую как можно меньше общаться с этим человеком, и после того, как нам приходится, да, мы в социуме живем, нам приходится общаться, после того, как он, например, пришел, вошел в ваше поле, да, там, каким-то образом вы пересеклись, поставьте, пожалуйста, желательно, вот такие большие посудины с солью, и чтобы они стояли не менее семи дней, посудины у входа в дом, в квартиру, с обеих сторон очень хорошо, соль вытягивает, забирает негатив, по углам где-то комнаты, квартиры тоже можно поставить соль, вот такую соль каменную, крупную, она очень хорошо забирает, 7 ночей она стоит, потом ее спускают либо в воду, либо в ванну, либо закапывают в землю, то есть любая стихия, такой вариант, еще очень хорошо наши предки пользовались спичками, спички сделаны из осины, так называемые маленькие осиновые колушки, можно их заточить с двух сторон, и также по периметру углов вашего жилища, вашей квартиры, где у вас происходят события, вот эти непонятные, по углам воткнуть, и чтобы некая такая вот сетка в пространстве у вас создалась, это очень хорошо работает, очень хорошо держит, решетка такая очень хорошо держит пространство, ну и конечно же мы не можем исключить из общения вот таких вот товарищей, которые нам не товарищи, но мы можем отойти в сторону и не общаться и быть просто наблюдателями, и в первую очередь фокус своего внимания переводить на себя, а как я себя сейчас чувствую, а где любовь, а как я могу украсить это пространство, что мне еще сделать для того, чтобы реализовать себя и помочь людям в красоте, в наслаждении, в любви, в богатстве, удаче, успешности, и так. Ну что, добрый час, рада была с вами позаимодействовать и оказать помощь. Идем дальше. Опять здравствуйте, это ответная Катерина, у которой дядя только когда приходит, начинаются какие-то странные вещи, книга исчезла, потом нашлась двереза. У вас дух защитник. Это может быть как домовой, это может быть ваш дух рода, который вас защищает, но это проявление духа. Он приятельски к вам настроен, он желает вам добра. И эти проявления стараются обратить на себе внимание. Он хочет предупредить вас о чем-то связанном конкретно с этим человеком. Когда вот книга исчезает и даже не ждите пока она исчезла, обратитесь к этого духа. Обратитесь по-хорошему с любовью и без страха и спросите о чем-то я хотел меня предупредить. Если помните какая книга он переместил, возьмите ту же самую книгу и позвольте ему разлистить вот так держите столько времени сколько нужно. Видите как у меня страницы начинают открываться? Как будто с пальчиком кто-то их видите? Просто свободно держите вот так. И когда откроется больше на одно место вы почувствуете откройте. там то что написано содержит информацию которую вам нужно прочитать. Таким способом этот дух очень интеллигентный кстати пробует с вами содействовать. Тоже с такое проявление у меня был дух святой так работал со мной с книги. Открывал там где ответ я спрашивала святой дух конкретные вопросы брала своя научная книга ведическая и открывалась вот именно там где ответ вот такой совет для Екатерина и не бойтесь этот дух вам ваш помощник ваш даже ваш защитник. Спасибо большое всем экстрасенсовым мастерам которые мне помогали теперь моя проблема исчезла и надеюсь больше никогда не вернется. Ну что ж дорогие мои друзья вы послушали интересную историю Екатерины услышали всех наших мастеров на сегодня я надеюсь что вам было интересно и полезно эта информация и конечно же если у вас есть интереснейшая история из вашей жизни что-то связанное с полтергейстом с домовыми русалками а может быть с зеркалами с какой-то магией нереальной вот все что вы хотели бы рассказать про кладбище про перекрестки про все что случается в вашей жизни обращайтесь и самая интересная история будет рассмотрена нашими мастерами всем мира добра и счастья всем пока пока